Принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Разумею то, что Иисус Христос сделал сослужителем для обрезанных, ради истины Божьей, чтобы исполнить овещанное Отцам, а для язычников – из милости, чтобы славили Бога, как написано «Зато буду славить тебя, Господи, между язычниками, и буду петь имени Твоему». И еще сказано «Возвеселитесь, язычники, с народом Его». И еще «Хвалите Господа, все язычники, и прославляйте Его, все народы». Исайя также говорит «Будет корень Иесеев, и восстанет владеть народами». На Него язычники надеяться будут. Бог же надежды исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы, стилу и Духа Святого, обогатились надеждою. И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы, полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга. Но написал вам, братья, с некоторой смелостью, отчасти как бы напоминание вам о данной мне от Бога благодати быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священное действие благовествования Божьего, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу. Сегодняшний апостольский отрывок начинается со слов святого апостола Павла о том, что каждый из нас, если, конечно же, мы не по имени только христиане, но и по жизни, должен принимать своего ближнего, быть снисходительным к нему. Любовь к ближнему – это, в принципе, самое яркое доказательство того, что мы подлинно последователи Господа нашего Иисуса Христа. По словам святителя Иоанна Златоуста, если мы любим ближнего, то нам не нужно ни трудов, ни подвигов, ведь любовь – это уже путь, который сам собою ведет к добродетели. Как же мы должны любить ближнего? В Евангелии сам Господь Иисус Христос отвечает на этот вопрос, как самих себя. Каждый человек естественным образом желает себе добра, любит себя и старается, чтобы его собственные интересы всегда были соблюдены. Каждый стремится к тому, чтобы все окружающие его люди приносили ему пользу. Это происходит вполне естественно для нас, и в этом нет никакого греха. Если это не превращается в эгоизм, если человек не начинает жить только для самого себя, если, заботясь о себе, он не забывает и своих ближних. Так же естественно и просто, как мы любим самих себя, мы должны любить друг друга. По словам одного современного подвижника, любовь к себе в христианском понимании – это не эгоизм, не удовлетворение собственных страстей, но почитание себя ничем иным, как образом Божиим, и решительная борьба с тем, что этот образ помрачает, то есть с грехами и страстями. И вот такой же образ Божий мы должны почитать и в своем ближнем. Святитель Игнатий Кавказский предупреждает, стоит помнить, что ближний – есть образ Божий, что поступки наши относительно ближнего Христос принимает так, как бы они совершены были относительно его. Кроме этого, мы должны помнить также и слова преподобного Симеона Нового Богослова, который сказал, что человеколюбие – это уподобление Богу, и потому высшей добродетели быть попросту не может. Мы призваны любить своих ближних подобно тому, как и Бог возлюбил нас. А Бог одинаково любит всех людей – и праведников, и грешников. Указывая на это, святой апостол Павел приводит следующий пример. Иисус Христос сделался служителем для обрезанных, ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное Отцам, а для язычников – из милости, чтобы славили Бога. Господь не просто любит всех людей, Он отдает жизнь свою ради нас, становится служителем нашего спасения. В отношении к язычникам Господь проявил особое милосердие, так как и языческий мир по Божьей милости был удостоен равнозначной благости. Впрочем, о соединении иудеев и язычников было предвещено еще в Ветхом Завете. Так святой бытописатель пишет и еще сказано «Возвеселитесь, язычники, с народом его». Апостол вспоминает, что Исаия также говорит «Будет корень Иесеев и восстанет владеть народами, на него язычники надеяться будут». Знание именно этой истины, истины о том, что каждый человек может спастись, вселяет в наши сердца надежду. Так святой апостол Павел замечает «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силой Духа Святаго обогатились надеждой». Преподобный Исидор Пилосиот поясняет «Надежда на Бога – незыблемый столб, не только обещающий избавление от бед, но не допускающий смущаться бедами уже постигшими. Ибо кто освободился от всего человеческого и подкрепляет себя внешним упыванием, тот не только приобретет самые скорые избавления от бед, но не тревожится и не смущается бедами постигшими, подкрепляя себя чаянием одного священного якоря. «Посему воспользуйся надеждой и будешь выше всех горестей». Помня об этом, мы должны иметь крепкую веру и надежду на Бога, ведь только с помощью этих добродетелей человек никогда не постыдится ни перед Богом, ни тем более перед окружающим миром. И даже более того, только благодаря указанным добродетелям человек сможет настроить свою жизнь на жизнь Божью и стать причастником Божественной благодати, как в нынешней земной жизни, так тем более и в жизни грядущей, небесной. Жизни, в которой каждая человеческая душа будет пребывать в непрестанном словословии Бога Отца, Сына и Святого Духа, Тройцы, Единосущной и Нераздельной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова